И как всегда в этой рубрике с нами Павел Хастурин, наш научный популяризатор. Добрый день! Привет! Ну, давайте сразу к темам, которые будем сегодня обсуждать. Топливо и солома. Да, я сейчас немножко зачитаю из новости. Сотрудники лаборатории каталитических процессов переработки возобновляемого сырья вместе с коллегами из Новосибирского государственного университета получили экологически чистое топливо, смешав бензин с веществом, полученным от переработки соломы и древесины. То есть мы не просто так соломку будем пихать в бензобак, чтобы вы понимали, да? Это как каша из топора получается. Значит, здесь речь идет об одном из продуктов переработки древесины и соломы, ну и вообще любых растительных сухих компонентов, называется который фурфуров. И вот его можно использовать в качестве добавки к топливам, к органическим топливам, для того, чтобы, во-первых, улучшать их качество, во-вторых, экологичность в кавычках, потому что, ну, особо чистым оно от этого не станет, само топливо как таковое, но имеется в виду, что не нужно добывать ископаемый, он более-менее возобновляемый источник, вот, то есть из-за растительных компонентов, и самое главное, для этого специально не нужно ничего выращивать, а это как бы из того сырья, которое уже отходами является. Ну, то есть все-таки речь не идет об альтернативном виде топлива, это просто какая-то разбавка, подняжить будут бензин, выжимкой. Ну, можно так сказать, но просто само качество топлива от этого не ухудшается, может даже там, они заявляют, что может тут даже улучшиться, но самое главное, это удешевляет процесс, а во-вторых, это улучшает экологическую ситуацию в том смысле, что мы не добываем дополнительную нефть из недр, а используем то, что в этом плане, а не то, что чище воздух. А деревьев меньше не станет в связи с этим? Нет, это именно из отходов, и речь идет об отходах, которые уже не нужны, вроде бы. И что как-то прям это все настолько реально, что скоро начнется какое-то изменение? Ну, вряд ли это быстро ведется, да к тому же нужно переходить все-таки на возобновляемые источники энергии, а не сжечь, продолжать углеводороды и прочее. Ну, просто вот как альтернативная методика, пусть существует. Разобрались, хорошо. Новый космический минерал. Так, давайте я все-таки немножко скажу, да, в упавшем в России метеорите, не просто так, открыли новый минерал, вот теперь по его анфону. Значит, речь идет об метеорите, который упал в 2016 году в Бурятии, значит, назывался он, сейчас, как он там? Бурятский. Да нет, там прям название у него есть, сейчас секунду, я забыл. Я тоже еще не мог найти. Метеорит Бурятский. Метебур. Короче, находился он в Баунте-Венкийском районе, и Уакит назывался. Поселок. Поселок, да. И по названию поселка минерал назвали Уакититом. Значит, в минерале нет ничего там категорически такого, чего бы не могло быть. Смысл в том, что раньше такое соединение не обнаруживали, вообще нигде. То есть, конечно, на Земле его точно нет, но и раньше в космических телах его не обнаруживали. Вот. Сам метеорит по себе железный, там около 4 килограммов, значит, на 99% он состоит из железа, там, из других примесей. И вот есть мелкие примеси всяких разных космических минералов, в числе которых вот это соединение, новый композитный материал было найдено. Он состоит, сам этот минерал Уакитит, названный Уакититом, он состоит в основном из ванадия, с примесями хрома, железа, и все это на азотистых основаниях. То есть, это композитный твердый материал, естественно, достаточно крепкий, потому что это в основном ванадий, ванадий хром, но это вообще очень крепкое соединение. И что нам от этого? Текло-холодно? Нет, нам от этого ничего, это просто мы познаем Вселенную. А что говорит это открытие? Где-то существует... Нет, просто при определенных условиях могут формироваться такие материалы, о которых мы еще не знали раньше. То есть, при космических каких-то определенных условиях, при определенной температуре... Теперь еще надо думать, что это за условия, да? Ну, точнее, мы благодаря вот всем этим процессам, когда мы обнаруживаем новые минералы в тех же самых космических объектах, мы узнаем, какими свойствами могут обладать различные композитные материалы, элементы, и что они могут, в принципе, теоретически дать нашему человеческому миру. То есть, мы можем, допустим, если у этого вещества, у этого не вещества, точнее, у этого минерала, у этого композита будут какие-то полезные для человечества свойства, то мы потом можем знать, как это воспроизвести, то же самое, что в космических условиях. И если мы сможем создать такие условия, в которых мы можем создать этот композитный материал, мы можем его, соответственно, синтезировать сами и использовать. Короче, у ученых появилась новая игрушка. Теперь есть что-нибудь исследовать. Давайте, идем на рекламу, и после этого обсудим, какие исторические события, да, которые произошли в разные годы, как раз 3 августа. Продолжаем вместе с нашим научным популяризатором Павлом Хаснулиным. Сидни Готлип, он же Йозеф Шнайдер, ну, то есть он родился как Йозеф Шнайдер, это потомок венгерских еврейских эмигрантов в Америке, значит, прославился он чем? А, да, он, соответственно, химик и частично занимался биологическими вопросами тоже, но в основном он обучался химии, значит, прославился тем, что работал на ЦРУ. Причем работал в очень интересных экспериментах по... Как ученый работал. Естественно, как ученый, исследователь, и внедрял свои разработки при помощи ЦРУ в массы пытался. Да, допустим. Прославился тем, что проводил эксперименты по разработке массового психического воздействия на людей. Очень интересно. При помощи, например, ЛСД и других также веществ психоактивных. Это были прямо массовые эксперименты, которые проводились на всяких группах людей с низкой социальной ответственностью сначала. Ну и также потом на студентах там пытались еще на школу. В общем, над всеми, над кем могло наблюдать ЦРУ. Достаточно, ну, и после этого интерпретировалось уже, когда все это развенчалось, что достаточно зверские были эксперименты. Кроме этого... Я вас слышал даже над солдатами во время Вьетнамской войны. Да, да, да. То же самое. Проект, кстати, назывался, который он создал, назывался NK Ultra. NK это подразумевалось, что он там сверхсекретный был, а Ultra, соответственно... Как после Второй мировой войны, вот у них все были какие-то названия, такие супер-мега-пафосные, что ли. Кроме того, он занимался разработкой отравляющих веществ для свержения диктаторских режимов, по мнению Соединенных Штатов Америки. Не, ну как? Он был исследователь, ученый, а то, что... Другое дело, то, что он делал. Например, там, несколькими способами они пытались отравить, вывести из строя Фиделя Кастера. Ну это да, это мы знаем, что покушили на него. В общем, все неудачные, но тем не менее он, значит, приложил к этому руку. Вот такой был товарищ. Так, поехали дальше. Да, у нас еще то, что произошло в этот день, 3 августа 1977 года, то есть 41 год назад, вышел один из первых домашних настольных компьютеров, который назывался Model 1, Model 1 или TRS-80. То есть TRS-80. Это был... Выглядит неподъемным. Да нет, вполне даже... Ну то есть это был монитор, системный блок уже... И даже клавиатура тут такая. Да, и клавиатура достаточно нормальная была. Значит, ну естественно, он никакими там супер-мега характеристиками тогда не отличался, но тут важно понять, что это было 41 год назад. Да, и уже был нормальный прототип домашнего компьютера, которым можно было пользоваться для каких-то там вычислений, отображения, не знаю, чего там, игр даже примитивных. Вот, в то время у нас компьютеры были самыми большими в мире, которые там в комнату еле вмещались. Вот, ну то есть, естественно, после этого и уже начала развиваться индустрия персонализации компьютеров. И это был один из самых, самых ранних. Так что вот, хорошее... Это событие, конечно же. Изменю, где нет, TRS-80, правильно? Да, да, да. Да, 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 да. Что берем, понимаете? Да, еще там у нас пара новостей. Новосибирские исследователи создали нейросетевой продукт, анализирующий репутацию в интернете. Я поняла два слова, ученые и репутация. Ну, в интернете я тоже знаю это слово. Значит, продукт называется Сорока. Оригинально. Ну, а там как расшифровывается, они не уточняют, по крайней мере не нашел информацию. Продукт основан на анализе нейросетями, суперкомпьютерами или нейросетями, ну, там речь идет о нейросетях, данных. То есть можно продукту задать конкретную персональю, условно говоря, фамилиями общества человека, и после этого задать те поисковые там запросы, где искать о нем информацию. И на основе этой информации можно собрать, будем так говорить, всю совокупность данных о репутационных рисках человека. То есть, может понадобиться в банковском деле, может в страховых компаниях понадобиться, может и, собственно, государственным структурам, которые следят за репутацией, тоже понадобится. Ну, в Китае, допустим, сейчас там репутационная система у них уже активно внедряется. А это наша собственная разработка, тем более, там, новосибирская разработка, поэтому... В общем, появляется лишний повод у граждан не выкладывать в интернет. Совершенно верно. Следите за тем, что... Мы к этому призываем. Следите за тем, чего вы пишете и чего вы перепощиваете особенно. Да, надо замечать. Да, какие-то фотографии. Ну что, к самой противненькой теме переходим? Почему? Картинка открылась очень фу-фу-фу. Российские биологи обнаружили невидимую половину кишечной микрофлоры. Да. Значит, с кишечной микрофлорой, ну, она прекрасна, во-первых. Речь идет о так называемой вычислительной биологии, то есть это не то, что можно наблюдать там непосредственно в микроскоп. Речь идет о рассчитывании метагенома, то есть это ДНК-последовательность, точнее, последовательность нуклеотидов тех организмов, которые живут в кишечнике. И данная работа говорит о том, что вот по анализу метагенома всего, чего содержится в нашем кишечнике, есть большие количество генетического материала, о котором мы вообще ничего не знаем. То есть мы не знаем, откуда он взялся, каким он организмом конкретно принадлежит. Это поможет, во-первых, идентифицировать те самые организмы, которые у нас обитают во взаимодействии человека. И самое главное, понять, какой вклад эти организмы вносят в нормальное функционирование нашего организма. И сопоставляя, допустим, эти метагеномы у больных людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и здоровых людей, мы можем определить, какие из этих генетических вариантов соответствуют той или иной болезни. Ну, например, вот и сейчас речь идет о болезни крона, это такое воспалительное заболевание хроническое желудочно-кишечного тракта с наследственной предрасположенностью. И то есть при изучении, допустим, метагенома тех животных, которые содержатся в кишечнике у больных крона, можно выявить, какие из них соответствуют развитию этих заболеваний. Если будет наблюдаться какая-то закономерность определенная, то можно будет, соответственно, идентифицировать эти живые организмы, которые способствуют развитию заболевания. И, соответственно, благодаря восстановлению нормального микробиома, потом постепенно восстанавливать саму слизистую желудочно-кишечного тракта и взаимодействию нас с нашими сожителями. Но я поняла одну глобальную мысль, что у нас в кишечнике есть что-то невидимое. У нас много чего. И ученые это обнаружили, и скоро начнут, наверное, это видеть. И да, и чтобы это нам помогало. Да. Восстановление здоровья. Правильно. Все правильно. Правильно. Вот, все, разобрались. Вот сколько нам открытие чудных готовит просвещение духа. Да, бесконечно. Да. Поэтому ровно через неделю снова встретимся. Павел Хастулин, наш научный популяризатор. Спасибо. Спасибо. Спасибо.